Рыба в сливочном соусе Лимон, базилик, сливки, специи для рыбы, соль, масло для обжарки, масло для формы и перец, лимонный перец. Я использую лимонный перец и сок лимона, потому что здесь перец с цедрой лимона и сок лимона мне нужен. Сейчас мы отправляем на обжарку лук и морковь и начинаем готовить рыбу. Рыбу нарезаем удобными небольшими кусочками, но и не очень мелкими. Сбрызнем форму маслом растительным, слегка. И кусочки рыбы режем и сразу складываем в форму. И так поступаем со всей нашей рыбкой. Рыбку я порезала, сейчас мы ее посолим и добавим специи. Специи для рыбы специально. Она идет с травами и с укропом. Если у вас нет специй для рыбы, то обязательно положите в эту рыбку укроп, можно даже сухой. Теперь я добавляю лимонный перец. Если у вас лимонного перца нет, добавьте обычный черненький острый перчик, сок лимона и базилик. Мне очень нравится запах базилика с рыбкой, это очень вкусно. Если нет, можете добавить сухой. Соли должно быть достаточно, потому что у нас будет как сладковатая пассировка с морковочкой и сливки без соли. Поэтому рыбку посолите хорошо, чтобы она не была пресной. Сейчас я добавлю лавровый листик один. Сверху я разложу пассировку. Это даже не поджарка, а как пассировка, потому что я с добавлением двух столовых ложек, немножечко как притушила овощи. Можно положить морковь и лук можно положить сырыми. Но поверьте, вот когда немножечко вы делаете пассировку, слегка обжариваете, то вкуснее получается рыбка. Так, отставим в сторону. И сейчас добавим помидоры. Я вам первоначально помидоры не сказала, я забыла, просто я помыла, они у меня в стороночке стояли. Помидоры. Желательно добавить свежие помидоры. Режем кружочками. И раскладываем сверху рыбки. Если помидора сейчас свежего у вас нет, тогда не добавляйте. Томатную пасту не нужно добавлять. Можно добавить помидоры, если у вас есть в собственном соку консервированные. Можно тоже кусочки добавить таких помидор. Сейчас помидорки сверху, буквально каждый помидорчик, немножечко добавьте соли. И заливаем сливками. Отправляем в духовку. Температура должна быть 220-230 градусов по Цельсию. И приблизительно 440 градусов по Фаренгейту. И приблизительно на 25 минут. Вот такая рыбка у нас получилась. С помидорами, с овощами. Очень вкусная и аппетитная. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго. Была рада, если вы были со мной на канале. Подписывайтесь. До новых встреч и ждите новых рецептов. Продолжение следует...